Добрый вечер. Я вынужден был включиться, потому что где-то час тому назад Министерство внутренних тел Украины через своего спикера заявило, что, цитирую их, маргинальная группа Саакашвили скупает какое-то оружие, какие-то охранники с Афарелити были арестованы, что завтра ожидается вооруженная провокация. Я хочу сказать пропагандистам от власти, я хочу сказать всем тем, кто разгоняет эту историю, вы меня с кем-то путаете, ребята. Вашего масштаба на меня не хватит. Я Михаил Саакашвили. Я не лидер маргинальной группы какой-то. Я не выскочка, как вы это представляете. Я не с неба свалился. Я не человек, который может готовить путчи или насилие. Я был лидером мирной революции Росгрузии. Хочу вам напомнить, кому память изменяет. И это была революция, которая цитировалась тогда. И Порошенко, и всеми лидерами революции Росгрузии в Украине, как образец для подражания, как можно мирно и спокойно менять власть. Я был лидером реформ, которые так и не состоялись в Украине. Настоящих реформ. И я, как никто, заинтересован в мирном переходе, отходе от барыжной власти, в том, что Украина наконец-то началась строить все государство. Мирным, спокойным методом Украина пошла вперед. И мы осушили это болото. Поэтому обвинять меня в подготовке вооруженных провокаций, это пошло, тупо. И вы реально держите свой народ за быдло и считаете, что им можно продать любую ахине. Я возлагаю всю ответственность на любые возможные провокации. На мирные акции вчера, которые проходят абсолютно четкими требованиями. За любую провокацию ответственность я возлагаю лично на Порошенко, на Авакова и всю эту группу, которая сейчас делает вид, что она не управляет страной, а реально занимается своими потоками коррупции и воросту. Я с полной ответственностью заявляю, что все наши сторонники – это мирные, спокойные, ответственные украинские патриоты, которые хотят спокойствия мира для своих детей и будущего, для своей страны, для своих семей. И они не позволят вам дальше грабить страну и не позволят вам устраивать провокации. Завтра начинаются процессы. Это всего лишь начало процесса. Но он пойдет очень быстро. Он пойдет быстро, он пойдет мирно. Не советую вам наступать на те же грабли, на которые наступали ваши попередники, потому что я вместе с вами делал революцию оранжевую. Я вместе с вами был на Втором Майдане. И вы, Петр Алексеевич, другим рассказывали, я хорошо помню, что надо во всем слушаться Саакашури, потому что он никогда не ошибался в прогнозировании событий, и он всегда нам давал дельный совет. Так вот, я вам даю дельный совет сейчас. Не делайте глупости. И чтобы у вас, чтобы никто из вас вообще не думал ни про какие провокации. Провокации вас не спасут, они просто очень усугубят ваше положение, будут очень плохо влиять на страну. Итак, история с гражданством очень повредила в стране. Не говоря уже про вашу репутацию, она меня мало волнует. Мы будем действовать спокойно в рамках закона. Я призываю всех не реагировать ни на какие провокации. Нас очень много. Вся страна поддерживает наши требования. И мы будем добиваться спокойно, чтобы они пошли на наши требования, на то, что сами обещали. Но если не пойдут, то тогда другая история. Но это тоже будет продолжение мирное, спокойное. Но и серьезные последствия для тех людей, которые не уважают народ Украины. У нас все получится. Все будет идти в правильном русле. Я хочу сказать ребятам из Нацгвардии, которые согнали со всей Украины, полиции. Мы все на стороне народа. Все будет хорошо, ребята. Не поддавайтесь на провокации, на разводки. Интересы барыги, ваши интересы разные. Вы с народом. Народ победит. Все будет хорошо. Слава Украине!